мы уже в другом месте как вы догадались вот такой вот вместо знаю то ли мрачная она то ли наоборот веселое такое зеленое это мангровые заросли мангровый лес есть такой парк для прогулок сделаны вот мы идем прогуливаемся смотрим на мангровый лес на гигантских крабов у крабов на самом деле всех уже переловили теле я думаю мы здесь не увидим вот зато увидим вот мангровые заросли ну необычно очень необычный лес растет полностью в воде затопленный так выглядит во время отлива птицы какие-то там орут громко очень парк порядок не приводят никто не хочет сделать здесь ремонт место бесплатное поэтому наверно сидит вот так вот она все это вот чего-то он так съехала это что землетрясение или что посмотри как они как это вообще могу произойти они все а это чисто по приколу так поставили да да нет и серьезно злата говорит что по приколу и как поставили чем приколы не понимаю на самом краю ну это знаешь это надо надо понимать то дизайнера который что-то они не подрассчитали мне кажется что то вот они не подрассчитали здесь поэтому они так сдвинули и поэтому никто что начало ручиться такие показываю эти кадры люди построят подумают боже мой таиланд ну и помойка ну и свалка же да все запущены заросли ничего скоро мы с вами поедем на экскурсию я вам покажу тайскую деревню в которой дома вот такие старые при старые стоят на сваях вообще некоторые рухнули уже прямо там где стояли на стены людьми которые там в этом тайском доме жили и среди этих домов по 1 новостройка за эти три года появилась новый абсолютно дом вай фай тиви кондиционер все дела дом стоит четыре с половиной миллиона тайских бат и вот мы туда пойдем поедем там да это кстати здесь недалеко там тоже такие мангровые заросли вот тоже такая красота природу кому нравится тот может купить этот дом себе и жить там я дал координаты начался прилив потихоньку вода прибывает не так быстро как хотелось бы кое-где уже появилась вода и рыба там заплавала рыбы здесь много везде тут она плавает это рыба туда сами сколько рыбы никаких лицензий никаких лицензий у нас например вот так вот попробуй только удочку где-нибудь разложить достань без лицензии сразу те проверят во-первых надо лицензию годовую купить потом надо купить еще лицензию специально на какой-то отдельный водоем как в европе вот а потом в итоге ту рыбу надо который ты поймал еще снять крючка еще и отпустить и вот такая рыбалка смысл рыбалки до пропадает другое дело когда пошел выловил рыбу приготовил ее сделать не какой-то суп поел эту рыбу в этом по моему прикол как не хочешь сразу рыбу есть засушил засолил ее съел потом хочу не отпускать какой прикол зато отпускать рыбу вообще